Кажется, в выражении на линии огня нет ничего сложного. Так и есть, если речь идет о стрельбе из ружья, лука или броске камнем по мишени. Это траектория снаряда, который повреждает тех, кто попадается ему на пути. Тех, кто находится на линии огня. Но применительно к рабочим ситуациям все далеко не так однозначно. Для большей наглядности приведем несколько примеров. Эти примеры основаны на реальных событиях. Что может быть проще, чем посадка в микроавтобус? Кто-то уже сел, остается один человек. О какой линии огня здесь может идти речь? Для человека, садящегося на сиденье за водителем, она оказалась реальностью. Человек на заднем сиденье не заметил, что рука входящего все еще на двери и закрыл ее. В результате сломанный палец. В плохую погоду буксир помогает пришвартовать судно к платформе. Для его фиксации нужен трос, и член палубной команды открывает люк на палубе бака, чтобы достать его из ящика. Вы наблюдаете здесь линию огня. При опускании кронштейна противовеса его пальцы попали между кронштейном и крепежной проушиной. Произошел перелом трех пальцев. Два человека просто идут. Но возле них неподвижный объект, к которому приближается непреодолимая сила. В этом случае машинист заметил их светоотражающие жилеты за контейнером на виллах погрузчика и успел остановиться. Но они точно были на линии огня. Этот носовой швартов протянули на швартовный катер, но при натяжении он застрял под направляющим роликом. Пока остальные ослабляют швартов, чтобы его освободить, человек на палубе пытается закрепить на нем трос, чтобы его освободить. Вы видите здесь линию огня. Пока его рука была над швартовым, судно накренилось. Швартов освободился и натянулся, зажав руку между канатами нижней частью фальшборта. В результате перелом руки в нескольких местах. Двое готовится к подаче шланга кабеля за борт через лоток. Один удерживает крюк, другой протягивает строп в лоток. Когда первый надевает крюк на лоток, на нем еще нет нагрузки, но второй начинает выводить трос. Итак, в чем линия огня в данной ситуации? Его нога находится в петле троса. При выходе троса строп соскочил с лотка, нога оказалась зажатой между тросом и оголовком лотка. В этом примере команда поднимает на палубу груз. На лебедку действует постоянное усилие в две с половиной тонны, а нейлоновый кольцевой строп, не позволяющий грузу раскачаться, намотался на главную грузоподъемную серьгу. Когда строп отцепился, он естественно полетел прямиком вниз. Это линия огня. На этот раз, к счастью, на пути никого не оказалось. Общим фактором стало движение в результате действия гидравлики, натяжения, давления или гравитации. Ситуация осложняется тем, что на море предметы редко неподвижны. Поэтому любое движение подъемных механизмов усугубляется движением самого судна. В каждом из приведенных примеров показана одна из опасностей. В реальных ситуациях линий огня несколько, их может быть довольно много. Наш последний трагический случай очень показателен. Команде предстояло поднять с основной палубы и переместить на спардек груз весом в 3 тонны. Груз держался на одном стропе, и его конфигурация имела смещенный центр тяжести. Но проблема была не только в этом. Стрела другого крана находилась в неподвижном состоянии, что не позволило работающему крану доставить груз прямо на спардек. В результате груз натолкнулся на балку, его качнуло и потащило вперед прямо на главного стропальчика, придавив его к поручням за спиной. Усилие, созданное таким большим грузом, могло возрасти от поворота крана. Смещенный центр тяжести ускорил кручение. Также на поведение повлиял контакт с балкой крана на спардеке при раскачивании. Безусловно, еще одним фактором стало движение самого судна. Комбинация всех или нескольких факторов могла привести к непредсказуемым результатам. Переложение усилия порождает напряжение, движение, давление, которое образует силу и энергию, способное высвободиться неожиданно и непредсказуемо. Там, где есть или может возникнуть движение, всегда присутствует вероятная линия огня. Осознание и предвидение такой вероятности никогда не должно притупляться. Откуда бы ни исходила опасность, не окажитесь на линии огня. Субтитры создавал DimaTorzok